Дамы, мы в прямом эфире. Здравствуйте, я всех приветствую. Обратим сегодня внимание на международную повестку. Глава государства сегодня выступил на БАОСском азиатском форуме. Вот такая есть у нас площадка. Это Хайнань, Китай. Он туда прибыл с визитом и, в общем-то, пообщался со многими лидерами, важными ключевыми фигурами в финансово-экономическом мире, конечно же. Восточный Давос. Вот так зовут БАОСский форум. Для кого это может быть еще открытие, кто не знает. Давайте это обсудим, собственно, что для нас участие в этом мероприятии. Что для нас Китай сейчас, да? Таир Нигманов в студии, эксперт по внешней политике. Здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. И Адиль Каукенов подключается к Китай. Он по скайпу. Гасмин Каукенов, нас слышно? Да, здравствуйте. Очень приятно. Добрый вечер. Да, да, да. Давайте сначала, ну, со студии начнем, с вашего позволения, с этой, собственно, площадки. Что это за БАОСский форум? Я так понимаю, что это у нас, ну, одно из первых таких больших участий на уровне главы государства. Вот. Не припомню, что мы там были как-то заявлены. Но, тем не менее, да, почему его называют Восточным Давосом и что мы получим от участия? Ну, сама эта площадка действует с 2001 года. Она появилась, собственно, после кризиса на территории Азии экономического. Собственно, эта площадка ежегодная, то есть там, собственно, проводятся встречи, да, как бы ежегодных, собственно, как и в Давосе. Что примечательно, даже несмотря на коронавирусные ограничения, достаточно серьезные, эта площадка все равно работала, вот, в 2021 году, разумеется, там, с поправками на ограничения и так далее. Но это я к тому, чтобы подчеркнуть вообще важность для азиатских стран, вот, собственно, Тихоокеанского региона, Восточного, вот, и важность этой площадки для них. Собственно, да, наш глава государства принял участие на ней. Дополнительный маркер, скажем так, важности вот этой площадки, почему я называю Давосским Восточным Азиатским Форумом, вариация, это потому, что, вот, мы можем увидеть, там были даже представители организации ОСР в том числе, то есть... Глава государства с ним тоже встретился. Да, 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 то есть, внимание к этому мероприятию приковано очень большое, особенно среди, скажем так, экспертов, которые занимаются азиатским направлением и так далее. Хорошо, а что мы получим, или что мы получили уже от того, что мы там заявили о себе? Ну, для Казахстана самое главное, это, во-первых, в принципе, позиционировать себя, как открытое государство ко всему миру. То есть геополитическое напряжение, соперничество между глобальными игроками, к сожалению, растет. И Казахстану важно постоянно подчеркивать свою дружественную внешнюю политику, открытость к абсолютно всем игрокам, к абсолютно ко всем регионам. И если мы сделаем какую-то, скажем так, статистику, ну, к примеру, за год визитов главы нашего государства, мы можем обратить внимание, что он сам посещает и США, и Россию, и Китай, и активное участие принимает на подобных международных форумах, то есть на прошедшем форуме он проходит в Хайнане. Помимо этого он принимал участие, к примеру, в прошлом году на саммите БРИКС. То есть это все является таким небольшим пазлом нашей глобальной стратегии, демонстрации нашей открытости к миру и стремлении избегать эскалации, игнорирования какого-либо региона. Давайте, да, господин. Проактивная политика. Спасибо. Господин Каукенова, подключим. Пожалуйста, Адиль, если можно, ваши оценки вот данному мероприятию, Баоцкий форум, во-первых, да, что он нам может дать, что он нам, может быть, уже дал, да, после такого выступления. Ну и плюс, глава государства, плюс, что вы скажете, может быть, примечательного, какие-то внимания обратите на речь президента, что он сегодня говорил. Ну, вы знаете, в принципе, вообще на сегодняшний день Азия – это вот ключевой континент в развитии, в глобальном развитии. Поэтому, например, почему вот такое большое внимание приковывает к себе Баоцкий форум? Ну, потому что именно не только Китай, но и ряд других лидеров государства Азии приняли участие, то есть представители большого бизнеса. Ну и понятно, что сегодня, да, то есть крупнейшие не только производственные площадки, но и научно-технические площадки находятся именно в Азии. Поэтому, естественно, что выступление перед такой аудиторией, позиционирование перед такой аудиторией для Казахстана, ну, не просто важно, а это одна из главных линей внешнеполитических, внешнеэкономических. Тем более напомню, что именно с Китаем, Китай на сегодняшний день самый большой экономический партнер Казахстана, и больше того, наш экспорт в Китае превышает, чем импорт. То есть, соответственно, в ходе этой торговли мы получаем достаточно серьезный приток валюты в экономику страны. А вот этот китайский фактор, он сейчас наиболее распространен в наших внешних отношениях? Или все-таки это больше такое, ну, обывательское представление, что у нас много Китая в нашей экономике, много Китая в нашей внешней политике? Или как вы считаете? На мой взгляд, как раз-таки Казахстан достаточно ведет очень сбалансированную политику во всех направлениях. Другое дело, что, смотрите, Китай, как лидирующая экономика в своем регионе и вообще в мире, да, то есть, ну, и прежде всего, как ключевая экономика в Восточной Азии, для Казахстана является окном. Как саму Восточную Азию через порты Китая, мы, например, тот же терминал для Ньюгьяни, мы отправляем товары там в Южную Корею, в Японию, ну, и также выход на Юго-Восточную Азию. С другой стороны, Казахстан, как динамично развивающаяся экономика Центральной Азии, также является для Китая ключевым партнером в Центральной Азии. Плюс фактор общей границы, конечно, способствует тому, что обе страны друг к другу активно развиваются, трудятся. Ну, и другие векторы у нас работают, да, то есть, например, один из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана является, например, Соединенные Штаты Америки. Поэтому надо сказать, да, что развитие с Китаем отношений, это является просто закономерным в силу того, что это одна из крупнейших мировых экономик на сегодняшний день, плюс являющиеся на границе, хорошие политические отношения, большие возможности как для нас, как сотрудничество с самим Китаем, так и для того, чтобы взаимодействовать с другими регионами. Да, ведь через нас идут сухопутные пути из Азии в Европу и на Абону, соответственно. Да, и сегодня президент отметил, что растет у нас, собственно, транзит с китайским высокопоставленным официальным лицом, он тоже сегодня встречался. Как вы оцениваете этот фактор, фактор Китая в наших двухсторонних отношениях, в международной повестке? Ну, однозначно позитивно, то есть Китай – это очень важный балансир, то есть, как было сказано ранее, что Казахстан старается вести многовекторную сбалансированную политику с поправкой, разумеется, на географию, то есть неудивительно, да, что двумя нашими главнейшими и большими партнерами являются, ну, собственно, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. Вот, и, соответственно, Китай для нас – это очень важный партнер, который нас балансирует с другими игроками, там, с Европой, США, с Россией и так далее. И особенно примечательно даже и интересно даже не только наше отношение к Китаю, но и обратное отношение Китая, собственно, к нашему государству. Почему? То есть только в прошлом году наш президент провел две двухсторонних встречи личных, собственно, с Си Цзиньпинем. Помимо этого они еще совместное участие принимали там на больших диалоговых площадках Центральная Азия плюс Китай, ЦА5 плюс 1, и также они там принимали совместное участие на форуме БРИКС. На каких принципах строится это сотрудничество? Нет ли здесь давления? Потому что Китай хочет играть все большую роль в регионе, это очевидно, если посмотреть, как они проводят свою внешнюю политику. Ну, для начала, мне кажется, наверное, стоит сказать, что, в принципе, Китай меняет немножечко свои подходы к внешней политике, то есть Китай стремится стать проактивным участником международного пространства, и при этом на абсолютно всех вообще возможных мероприятиях, внутренних, внешних, Китай постоянно подчеркивает, что для них невероятно важно именно сбалансированное честное партнерство, что, собственно, Казахстан для них невероятно важен. Допустим, примечательный такой факт из прошлого года, вот о нем рассказывал посол Китайской Народной Республики в нашей стране, что, допустим, даже ради встречи с нашим президентом Си Цзиньпинь менял свой график. И если мы, допустим, посмотрим, с кем встречался наш глава государства в прошлом году, то мы увидим там, собственно, и председателя постоянного комитета Всекитайского... Да, Всекитайского собрания народных депутатов. Вот, кстати, он и сегодня с ним встречался. Он встречался и с премьером Госсовета Ли Цианом. И, кстати, у него очень хорошие были теплые отношения с его предыдущим сопредшественником Ли Цианом. Вот, то есть встречался он, собственно, с первым заместителем премьера Госсовета. И если мы вот как бы вот это все запишем, просто вот какую-то там таблицу, строчку, мы увидим, что глава государства в течение только прошлого года встретился и зачастую даже не по одному разу просто со всеми представителями политической верхушки Китайской Народной Республики. И это уже не говоря о том, что к нам регулярно... Ну, глава государства очень часто встречается с делегациями из, собственно, приграниченного к нам Синьцзяня, Синьцзяня-Уйгурского автономного... Ну, смотрите, вам телезритель. Спасибо, что вы на связи, прямой эфир. Есть шанс позвонить, написать, присылать сообщения. Так, при этом мы остаемся сырьевым государством, и это интересно большим игрокам. Не согласен, что экономика динамично растет, и экспорт с КНР больше, чем импорт. Вот такое вот замечание телезрительного государства. Я на него очень... Я бы хотел его парировать, и это, опять-таки, фактор не только Китая, но мы можем обратить на это внимание, к примеру, проанализировав встречу, ну, поездку нашего главы государства в США. Сейчас очень большое внимание Казахстан на внешней арене, когда говорит об инвестициях в нашу экономику, уделяет вопросу транспорта и логистики. И даже вот сегодня, собственно, очень большое и акцентированное внимание было именно срединному, так называемому, коридору, то есть транскаспийскому маршруту, который является для нас важным окном диверсификации наших логистических потоков, я бы так это сказал. То есть это вот отдельно про него акцент был и на сегодняшних встречах, собственно, с китайской стороной. Это обсуждалось, к примеру, и с США, это обсуждалось и со странами Европейского Союза. Казахстан пытается привлечь большие инвестиции, потому что для этого, ну, необходимы действительно большие инвестиции, собственно, в логистику. Они идут, они есть, они идут? Ну, да, вот, собственно, с США же были подписаны очень большие контракты. Давайте, да, господин Каукенов, пожалуйста, вам слово, если можно, вот то, что мы сейчас обсуждаем, ваша реплика, ну и плюс тому, вот, телезритель пишет, добрый вечер, насколько нам выгодно сотрудничество с Китаем по цифрам, и что с этим делать, почему не воспользоваться опытом Индонезии по защите инвестиций, Китая по борьбе с коррупцией, Сингапура по госуправлению, Японии по технологическому развитию с помощью налоговых стимулов. Очень интересное мнение. Пожалуйста, Касмин Каукенов. Да, ну, надо заметить, вообще, я в том плане, что, когда мы говорим о Китае, а где его сейчас Китая мало? Да, ну, то есть, встречается китайский лидер, и не только, например, во Франции, да, вот, Макрон приезжал в Китай, и это освещалось очень большим рейтитом французскими СМИ, потому что Китай является одним из крупнейших партнеров Франции. Более того, на сегодняшний день, да, мы видим там серьезные геополитические разломы, и в этом включая Китай является достаточно удобным партнером для Казахстана, потому что, вот, как раз-таки от него нету требований, да, то есть, по принятию какой-то геополитической стороны или еще чего-то. В этом смысле, поэтому, да, вот эта вот сама риторика, взаимодействие, дружбы, развитие экономических отношений, это, конечно же, влияет только на плюс. По поводу того, что можно ли использовать и нужно ли использовать зарубежный позитивный опыт, конечно же, нужно и обязательно. Другой вопрос в том, что это далеко не так просто, да, то есть, невозможно опыт какой-то страны механически взять и имплементировать на другую сторону. Но всегда есть свои особенности и возможности. Важно то, что, наоборот, было бы очень странно, если бы у нас, будучи мы пограничными странами, и то, что, ну, как, назовите страну, в которой нет сейчас китайской продукции, причем в доминирующем формате, да, например, сотовых телефонов, да, смартфонов, компьютеров, электробатареек, то есть камер и так далее. Ну, соответственно, было бы странно, если бы Казахстан, находящийся на границе, имел бы плохие или там слабые отношения с Китаем. Это было бы, наоборот, в минус для казахстанской политики или внешнеэкономической линии. Да, вот что наши коллеги пишут сегодня, небольшой материал вышел, точнее, даже большой, я бы сказал, материал вышел на inbusiness.kz. Вот фотография, лидеры, значит, Азии плюс Европы вместе сфотографировались. Глава государства говорит, на долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. Да, мы основной партнер в Центральной Азии. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда. Это 41 миллиард долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22%, 30 миллионов тонн. Так, граниозный мегапроект «Один поезд, один путь» был впервые представлен именно во время визита Си Цзиньпина в Казахстан более 10 лет назад. Ну, собственно, если можно, да, вот мы заканчиваем немножко, если резюмировать. Вектор Китая все больше проявляется в нашей международной повестке. Это так, да? Мы отодвигаем все остальные немножко сотрудничество на второй план. Нет, я бы однозначно так не сказал. Я бы это перефразировал немного по-другому, что в принципе растет интерес к нашему региону. И в частности растет интерес к Казахстану как одному из главных, собственно, лидеров нашего Центрально-Азиатского региона. Большую часть времени, к сожалению, и даже до сих пор это проявляется, наш регион, к сожалению, является периферией. Да, при всем моем патриотизме и любви к нашей родине. И, собственно, вот это противостояние, один из немногих его позитивных моментов, это то, что глобальные игроки все большее внимание уделяют нашему региону, инвестиции, торговля, постоянные встречи. То есть, собственно, мы и какие-то наши политические контакты с тем же самым Китаем, они идут не в рамках, к примеру, ущемления какого-то другого вектора, а в целом мы наблюдаем большой рост нашего участия на международной арене, в международных площадках, на международных экономических каких-то маршрутах. И, собственно, это и есть тот позитивный импакт, скажем так, позитивный выхлоп нашей проактивной внешней политики. Ну вот, смотрите, телезритель продолжает свой вопрос. ТМТМ, это вот этот маршрут, собственно, логистический для бизнеса сложный, пишет он, пока Китай осторожно смотрит на этот маршрут в части инвестиций. Республика Каукенов, что скажете в отношении перспектив дальнейших по сотрудничеству с Китаем, в частности, 2024 год какой будет? Ну, смотрите, год, конечно, будет, скорее всего, достаточно позитивный для нашего развития. Дело в том, что этот год, это будет год казахстанского туризма в Китае, и к этой дате уже сейчас проведена большая подготовительная работа. Да, да, у нас же безвиз, безвиз же у нас, точно, я совсем про него забыл. Да, у нас, помимо этого, у нас безвиз, этим безвизом уже активно пользуются наши бизнесмены. Я вот, я вот, постоянно совершаю по регулярной поездке в Китай, я вот спрашиваю, насколько легче нашим гражданам стало, да, и будет, что они сейчас являются, вот, наши бизнесмены являются проводниками, да, то есть, вот, для всех центральноазиатских компаний и крупного и мелкого бизнеса. Говоря, кстати говоря, о срединном маршруте, он действительно непросто, это ведь новое направление, и все инвесторы и прочие действительно внимательно присматриваются к нему, но, с другой стороны, инвестиции идут туда, в частности, и не только от китайской, но и там один из операторов, это сингапурская компания. Поэтому, к вопросу о Каспии, это же еще и вопрос взаимодействия двух тоже экономик Азербайджана, да, одной из крупнейших экономик своего региона и Казахстана, одной из крупнейших экономик Центральной Азии. Вот, взаимодействие только между Казахстаном и Азербайджаном уже дает серьезный импульс для торговли через Каспий, ну, а с учетом того, что уже пошли экспериментальные и действующие маршруты через срединный маршрут, он уже доказал свою состоятельность. Смотрите, еще один вопрос от нашего телезрителя, точнее, мнение. Китайские компании платят мизерные налоги, вывозят только сырье, это же нам не выгодно, инвестиции идут по схеме прибыль в Китай, ущерб нам. Зачем такое сотрудничество? Что скажете? В данном случае я бы хотел сослаться на нефтяных экспертов, которые отмечают, что это такая интересная тенденция касательно конкретно китайских нефтяных компаний, которые значительную часть добытой нефти на территории Казахстана отправляют не в Китай, как вообще ожидалось, а поставляют на местный рынок, который затем влияет, собственно, на нашу цену на бензин. То есть в конкретном вопросе нефти мы должны китайским компаниям даже в какой-то степени сказать спасибо. Вот, и разумеется, любые бизнес-переговоры это всегда очень сложный процесс, потому что обе стороны всегда пытаются найти, скажем так, максимальный профит для каждой из сторон, но в данном случае избегать китайских инвестиций, избегать китайских компаний, мне кажется, было бы наоборот в ущерб Казахстану. Что сегодня глава государства сказал по поводу дальнейшего сотрудничества? Смотрите, это опять же портал inbusiness.kz, глобальной экономике нужны новые парадигмы развития, в частности, конечно, наш президент об этом тоже говорил, о проблемах, которые есть на уровне, что называется, всей планеты, и в частности региона Азии. Ну вот, Касамжимар Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных, во-первых, инновационных IT-проектов. Еще одним перспективным направлением сотрудничества президент назвал добычу критически важных видов сырья. Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом широкого спектра технологий, они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных изражений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов. Означает ли это, что из Китая к нам придут сейчас эти инвестиции, господин Каукенов, вот в эти сферы? Да, конечно же, это большие есть ожидания. Но, кстати говоря, не только из Китая, но и, например, в прошлом году приезжал к нам федеральный президент Германии, господин Шольц, я, кстати, участвовал в этих встречах с ним, и немецкие инвесторы также большой проявляют интересы и другие мировые. Кто и обладает технологиями для этого? Сейчас, на самом деле, не так много стран, которые могут осваивать редкоземельные ресурсы. Это Франция, Германия, естественно, Китай. Китай, естественно, передовая в этом курсе страна, которая как раз-таки обладает полным циклом работы. И, кстати говоря, по инвестициям я бы заметил, что как раз-таки китайские, если мы смотрим по нефтяным компаниям, изначально CNPC, китайская национальная нефтяная компания, в 1997 году пришла на нормальное налоговое законодательство Казахстана. В отличие, например, от других компаний, которые пришли в начале 90-х по соглашению о разделе продукции. И это совсем разные цифры, просто очень много заблуждений и мифов творится в общественном сознании. Поэтому надо заметить, что, понятное дело, что тот инвестор, придет именно тот инвестор, который обладает необходимыми средствами, который обладает необходимыми техническими возможностями, и это будет серьезная конкурентная борьба. Спасибо большое. Китай как раз-таки больше всего, скорее всего, шансов. Конечно, у нас открыта экономика. Спасибо большое за ваш комментарий, вам тоже, что пришли в студию, и за вопросы телезрителей. До свидания, до встречи завтра. Всем привет, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов, поехали.